Журналисты телеканала Север Журналисты телеканала Север Здравствуйте Привет, меня Николай зовут Ну что, мечты сбываются? Пойдем Уже очень давно Денис Чупров, воспитанник Ненецкой школы-интерната, хочет стать пожарным Так давно, что даже забыл, когда в первый раз эта мысль пришла ему в голову На лице юноши в его глазах восторг смешался с предвосхищением предстоящего погружения в любимую профессию Сегодня я расскажу тебе, как мы несем службу, и я буду твоим наставником Пойдем Значит, здесь у нас находится раздевалка Вот Здесь у нас заступают на службу все, да? Раздеваются, берут свою форму и непосредственно уже идут в пожарное депо Пойдем Наставник Дениса – опытный пожарный, помощник начальника караула первой пожарной части Нарьенмара Николай Егоров Здесь у нас проходит развод караулов, здесь два караула строятся, да? И как бы приходит приемка дежурства, приемка сдачи дежурства Юноша старается ничего не упустить Спасение людей от огня – дело непростое Пожарные несут службу сутками, а потому в части есть все, что нужно для полноценного времяпровождения После знакомства с бытом Дениса ожидала настоящее испытание В условиях, приближенных к боевым, юноша собственными руками постигал науку огнеборца Сначала пожарные учили пользоваться Дениса СПА с веревкой Затем юноша учился газозащите После чего – знакомство с оборудованием пожарного автомобиля Этот стойку РТ-50 Вот он комбинированный, то есть мы можем подавать как обычную струю Также можем подавать у него компактную распыленную струю Пока наставник объяснял юноше теоретическую часть службы Пожарные из дежурного караула готовились к ее практической стороне Специально для Дениса огнеборцы подготовили так называемую боевку Комплект боевой одежды пожарного Развивайся, одевай, будешь настоящим пожарным сегодня Пожар, конечно, не настоящий Но юному бойцу приходится выкладываться на все сто процентов Вся команда по полной боевой Денис должен развернуть пожарный рукав и протащить его к предполагаемому очагу возгорания В ствол уже подали воду и Денис начинает тушить условный огонь Для службы в пожарной охране необходимо быть не только физически развитым Надо еще иметь среднее образование и отслужить в армии Поэтому Денису еще предстоит многое сделать, чтобы прийти сюда служить В пожарной части верят, этот юноша справится с поставленными задачами Я бы поставил вообще отлично В отличие от наставника Да, мне показалось, он сделал вообще все идеально Что от него требовалось, по крайней мере, для его возраста Он все показал Ну и, естественно, и будет чаще сюда приходить в гости к нам Так еще больше научим Скажи, твои мечты сбылись? Да, я хотел бы быть пожарным Я побывал в пожарной части Вот, и мне понравилось, как здесь все слажено, дружно, оперативно Вот, и я бы хотел, когда вырос бы Сходил в армию и, ну, поработать пожаром Ну, милости просим Михаил Малеев и Леонид Шишелов, телеканал «Север» В Свете 14 вместе с подругой Викой Они, как и многие девочки, хотят поскорее повзрослеть Света твердо решила, станет стилистом Вика еще не определилась, лишь мечтает о красивой прическе В своей комнате в школе-интернате Восьмиклассница вечерами оттачивает мастерство Пытается справиться с непослушными волосами подруги Вика спокойно сидит в ожидании увидеть очередной шедевр будущего стилиста Новогодний подарок девочкам от телеканала «Север» Мастер-класс настоящего стилиста-визажиста Здравствуйте, меня зовут Света Приятно, заходи, раздевайся Света всегда хотела побывать на популярных ток-шоу В которых кардинально меняют облик героини Стилист Ирина с удовольствием согласилась провести такой же эксперимент для восьмиклассницы Ты будешь и не темная, и не светлая Но будет красиво Доверишься мне Ну все, посмотрела на себя последний раз Готова? Да Теперь ты себя увидишь в новом обличии Как в настоящем телешоу, Света не увидит себя в зеркале до полного преображения Мастер придает волосам естественный цвет Делает модную стрижку и несложную укладку А затем дает несколько советов по макияжу В таком возрасте не рекомендуется брать подводки, карандаши Потому что они утяжеляют взгляд и взрослят, ну, визуально Свет, а расскажи мне, почему ты хочешь быть стилистом? Потому что я с самого детства смотрю программы Ищу интернет и способы, как краситься правильно Света провела в кресле стилиста-визажиста несколько часов За это время она успела получить ответы на все интересующие ее вопросы От ухода за кожей и волосами до подбора макияжа девушкам в разном возрасте Все это время мастер не давала подростку смотреться в зеркало Сейчас Света чувствует себя героиней своих любимых программ Наконец-то она сможет себя увидеть после преображения На этом приключения Светы не закончились Вика снова стала моделью для своей подруги Вместе со стилистом девочка исполнит желание Вики И сделает ей настоящую прическу из журнала Модные французские косы, сформированные в цветок Вначале я никогда такие косички не пила Думаю, у меня получится Косы у Светы получились не с первого раза Но желание стать стилистом и усидчивость сказались на результате Сбылась моя мечта, я почувствовала себя стилистом Воспитанник Ненецкой школы-интерната с редким именем Прокопий Уверенно переступает порог автосервиса В свои 17 лет он уже определился с будущей профессией Стезя – самое что ни на есть мужское Парень решил стать автомехаником Тянет все машина, мотоциклы, механики тянет, да и все Экскурсия на автосервис, возможность подержать в руках инструменты И даже сделать несложную работу С телеканалом «Север» мечты сбываются Здесь мы делаем все автомобили То есть те поломки автомобиля, которые связаны именно с электричеством Вместе с мастером по диагностике школьник постигает азы ремонта электросистем автомобиля И даже бортовой электроники Прибор «Мультиметр» называется Им измеряют напряжение и сопротивление Для того, чтобы проверить напряжение Просто Подсоединяем к клеммам аккумулятора Он показывает, что у нас 11,8 вольт В принципе, этот слабый аккумулятор должно быть 12,6 на незавиденном машине Получив в руки прибор, Проша без труда находит клеммы и выносит свой вердикт Ремонт кузова Зимой самый загруженный участок на любом СТО Здесь исправляют последствия мелких ДТП Заменяют поврежденные детали Готовят их к покраске На станке как раз полузаконченное крыло автомобиля Которое доводит Проша Это у нас новая деталь Мы обрабатываем для нанесения грунта И последующей покраски Переделывать за ним не приходится Ученик справился с работой с первого раза За окраской далеко ходить не нужно В соседней комнате стоит стеллаж с различными составами Из которых можно получить любой оттенок Пластина имитирует кузов автомобиля, который будет краситься той или иной краской Покрасить пробный кусок металла мало Нужно понять, как будет вести себя этот цвет в различных условиях Не будет ли отличаться от остального кузова машины Данная лампа является имитацией солнечного света Вот у нее есть две Вот это дневной яркий свет И это вот рассеянный солнечный свет При которой проявляется соответствие То есть пластины выкрашиваемой Цвет автомобиля Вот допустим Была выкрышена пластина Подходим к автомобилю Включаем лампу И уже видим оттенок какой Все данные проверяют на компьютере Он поточнее, чем человеческий глаз Без электронного мозга в современном автосервисе никуда К примеру, сход развалом уже давно занимается автоматика Вместе с мастером Прокопий крепит светоотражающие пластины на колесные диски Специальная камера определяет положение колеса Дело сделано раньше, чем растаял снег на бампере Ученика приглашают прокатиться на откалиброванном автомобиле Разумеется, прямо с понедельника на работу Проша не выйдет Сперва нужно получить образование Но специальность он выбрал верную, уверены в автосервисе Хорошие кадры, я отмечу Они очень новизованы Очень сложно в наше время Эти хорошего, грамотного специалиста Новое оборудование качественное, хорошее А людей, которые с ним могут работать, очень мало Все привыкли работать кустарным методам Это ключ, ключ, домкрат Будущий автомеханик за время экскурсии тоже не передумал Понравилось полировать, красить Понравилось, что тут чистота Все общаются, дружат между собой, все помогут На прощание работники СТО дарят своему будущему коллеге книжку с билетами по вождению И диск с автомобильным симулятором Совсем скоро Прокопий может связать свою жизнь с машинами И поможет многим наринмарцам привести в чувство железных коней Дмитрий Щепанов, Владислав Носкин, Телеканал Север Мечта 11-летней Илоны стать врачом-металарингологом Как и все девчонки, Илона любит играть в больницу Пациентами будущего врача были куклы, мишки и зайцы Сегодня все по-другому Что тебя привело ко мне в кабинет? Садись давай, садись Расскажи, что тебе сюда Я хочу быть будущим врачом Будущим врачом хочешь быть, да? Медицинский халат, свой кабинет, опытный наставник-профессионал Да и лечит она не игрушки Будущий лор-врач Илона Пырерко проводит самый настоящий медосмотр С помощью синускопа осматривает уши, горло и нос Следом проводит тест отоакустической эмиссии Вот, все, все, теперь отрываешь Не-не, вот так вот отрываешь Вот, видишь, там зубчики есть И вот сюда, вот так раз, и все Вот это подклеиваешь, будешь, подклеиваешь карточку туда Поняла? Что у девушки слух нормальный, так ведь, да? Тест отоакустической эмиссии пройден на оба уха Диагноз здоров Таково первое врачебное заключение врача-утоларинголога Илоны Пырерко Ее наставник Михаил Петрович Миренков своей подопечной доволен и очень рад, что ему подрастает такая смена Я думаю, что если цель поставлена перед девочкой, да? Она сама перед собой цель поставила И будет стремиться к ней В нашей жизни все возможно ведь Когда цель поставит, человек стремится, он всегда достигнет ее Сама Илона после первого и пока последнего рабочего дня в должности врача уха-горлоноса очень довольна Сейчас она учится в шестом классе, но для себя точно решила, будет врачом Я хочу стать врачом, чтобы помогать людям, чтобы люди были здоровыми Алина Ваучейская, Николай Таратин, Телеканал Север